День открытых дверей Первый раз военкомату, точнее военкому за освобождение от армии. Это был 73-й год. Я с 57-го или 74-й. Непринципиально. Взятка была книгами. Тогда была такая серия 200 томов в библиотеке всемирной литературы. Она очень высоко ценилась. Не все тома, а некоторые. И, по-моему, я ему давал взятку примерно на 200 рублей наиболее дефицитными дорогими домами. Взятка была бессмысленная. Потом выяснилось, что у меня настолько плохое зрение, что в армии меня не возьмут безо всякой взятки. Годен кнестроевой в военное время. Ну, годен, а в мирное время пятки вместе, носки в рось. Носки по всей квартире в рось. Так вот, в последнее время, казалось бы, с возможностью не служить в армии лучше. Не надо даже быть верующим. Потому что сейчас не признают... Раньше было как? Вот я, скажем, член движения свидетелей Югова, они против службы в армии, тогда и меня освобождают. Сейчас закон такой, что ты лично должен доказать, что ты против службы в армии. Тем более, свидетели Югова сейчас их гнобят, репрессируют, сидит больше 200 человек, со страшной силой просто уничтожают. И это еще советское наследие. В 20-е годы, сто лет назад, их точно так же давили именно за отказ от службы в армии. Тоталитаризм стоит на армии. Почему? Какая связь? При этом свидетели Югова отрекаются от службы в армии, потому что не принимают присягу. Ни за заповеди не убей. А вот заповедь не клянись, а в армии присяга. Мне это чуждо. Не служить в армии – это часть жить по правде. Жить по правде означает не служить в армии. Какая связь? Что такое правда? Это не какой-то предмет. Нет. Это не какая-то научная истина. Правда – это то, что люди созидают в общении друг с другом. Правда – это правдивое слово. Так вот, не может быть правдивого слова, которое ведет к войне. Не может быть правдивым слово, которое обозначает убийство, как не убийство. Между тем, говорят, армия – это одно, а грабители, террористы – это совсем другое. Но, позвольте, мне как человеку, я скажу правду, мне совершенно все равно, кто меня может убить. Лицо, уполномоченное государством, или лицо, неуполномоченное. Все равно это вранье, что меня можно и нужно убивать. Потому что я экстремист, или еще кто-то, нельзя меня убивать. И точно так же скажет любой другой человек. Потому что, если меня убить, то в мире станет на одну единицу коммуникации меньше. А я пригожусь, как в сказке. Зайчик говорит, Иванушке, не убивай меня, я тебе пригожусь. И Иванушка не дурачок, не убивает. Так вот, каждый человек пригоден для общения. И через это общение появляюсь я. Я говорю с другим – я появляюсь. Я сам по себе отсутствую. Если я вырасту среди волков, ребенком, то я никогда не стану человеком. Важен момент. И если меня запихнуть в казарму, я озверею. Армия – ложь от первого до последнего дня службы в армии. Потому что армия говорит – ратный труд на благо мира. Вранье. Не я же ведь решаю. Если мы решаем, что убивать можно для защиты слабых и так далее, прекрасно. Допустим. Давайте я сам буду решать, где защита слабых, а где военная авантюра, а где диктаторский режим прикрывает свою диктаторскую сущность, посылая людей в Сирию, в Грузию, в Украину и так далее. Да, я не крымношист, но я и против того, чтобы в Афганистане были американские войска. Мне совершенно все равно, там, российские солдаты или американские. Я даже знаю довольно своеобразный случай, когда одна семья эмигрировала еще в середине 80-х из России под предлогом, чтобы дети не попали в Афганистан служить. В результате их дети попали в Афганистан, уже будучи американскими гражданами. Потому что для эмигрантов, и особенно для детей эмигрантов, подростков, служба в американской армии – это один из способов социального лифта. Подняться быстро – это очень плохо. Это означает, что платят за убийство. Что добились от Афганистана, спрашивается. Там и доктор Ватсон заражался, а это когда было? Полтора века назад. Александр Македонский дотуда дошел и увяз там. Да что ж за несчастная такая точка на планете, что туда все лезут, все и хочут жить, а там живут эти пуштуны, ну, родоплеменной, называйте, как хотите, но они-то ни на кого не лезут, это же вранье. И 11 сентября устроили Бернладен, кто его сообщники? Саудовцы? Какое отношение они имеют к Афганистану? А полезли туда? Безумный мир. И это означает, что все поводы к войне, казус Белли, они все вранье. На самом деле люди воюют, будь то целые государства, или бандиты, или террористы, или просто в семье. Они воюют, потому что в них кипит злоба и ненависть. Вот и все. Им нужен выплеск. Большинство убийств совершается дома. Большинство убийств. Это люди, которые друг друга знают, убивают. И Толстой очень хорошо, ведь он был артиллерийский офицер-поручик, и он очень хорошо описывал вот этот ужас, когда ты не просто палишь из пушки куда-то за две версты, а когда ты своим штыком нацелен в грудь живого человека, такого же, как ты. Он и это переживал. Многие это переживали, но только Толстой нашел в себе силы сказать правду, что это живой человек. Как можно его уничтожать? Ну хорошо, он мне угрожает, я от него убегу. И уход Толстого из Ясной Поляны – это такое бегство прыгать. Враги человеку домашние его. Ну в данном случае это неверно, но тем не менее. Убежать от собственности, которую обязательно нужно защищать. Да возьмите вы эту Ясную Поляну, да разделите. Так вот, главный мотив для того, чтобы не служить в армии, мне кажется, это жить по правде. Это означает, что я и в отношениях с женой, и с детьми тоже должен жить по правде. Это намного труднее, чем не служить в армии, или вместо армии идти на альтернативную службу, в больницу, на почту и еще и так далее. Я прямо скажу, я восхищаюсь теми, кто сегодня использует возможность не служить в армии. По-честному использует. Не дает взятку. Ну сейчас в общем много способов, чем я буду их учить. Мне кажется, что единственный сегодня достойный способ это действительно добиваться альтернативки. Но я восхищаюсь теми, кто так делает. Потому что это нужно куда больше смелости, чем для того, чтобы грудь вперед и идти убивать. Или обслуживать того, кто убивает. Еще большой вопрос, кто больше подлец, кто больше убийца. Тот, кто людскую жизнью идет в штыковую, или тот, кто сидит и словно в игре компьютерной, двигает рычажочками и беспилотник где-то сбрасывает бомбу или ракету. Скорее, последняя. Особенность России, в отличие от Америки, может быть, даже от Китая, наша страна очень высоко милитаризирована. Военно-промышленный комплекс пропитывает все. До 90-го года это было три четверти жизни. Подсчитать точно никто не мог, все было засекречено. Сейчас, наверное, меньше. Но меньше-то меньше. А работают на войну, я думаю, столько же людей. Просто функции изменились. Но лгут, называя черным и белым, называя совершенно не, ну как там, Центральная Африканская Республика. Что мы там потеряли? Какие мы миротворцы? Между Арменией и Азербайджаном война, наши изображают из себя миротворцев голубые каски. Но у них не голубые каски. У них каски, которые прилеплены скотчем, кусок голубой материи. Они же не от международного сообщества, от нас. Мы устроили, минусы ложили между Азербайджаном и Арменией 30 лет назад, и даже еще раньше, чтобы иметь возможность быть миротворцами. Мы сперва ссорим, а потом появляемся в голубых, как бы, касках. Другими словами, искать неправду в жизни. У человека есть на это чутье. Обсуждать с другими, где правда, где неправда. Потому что в одиночку это часто трудно сообразить. Но, как у каждого уравнения есть граничные условия, так и здесь. Не убивать, не идти в ситуацию, где ты теряешь свободу, и тебя могут приказать убить. То есть бой с неправдой, жизнь по правде, начинается на очень дальних подступах. И когда нам говорят, ну, а ты в тылу. В тылу чего? Ты будешь подносить снаряды? Поэтому, еще раз глубокий поклон всем, кто попробует все-таки от армии уйти на альтернативную службу. И огромная просьба всем, у кого есть для этого время, ресурсы, помогать этим людям. Помогать юридическим советам, помогать деньгами, помогать сочувствием. И помогать тем, чтобы другим говорить, писать в газеты, что давайте отменим армию вообще. Сделаем Россию нейтральным государством. Давайте. Вопрос ведь не в том, чтобы я не служил в армии, чтобы я не убивал, а чтобы этого делал никто и никогда. Не служил, не выполнял убийства по приказу, не подготавливал убийства. А жил по правде и жизни. Всех вам благ. Яков Кротов. Москва. Священник я Украинской Православной Церкви, но живу в Москве. Точнее, я священник Православной Церкви Украины. Ну, церковь одна. Но я прямо скажу, что мои взгляды украинцам очень многим православным не нравятся. Они защищаются от нас. А я считаю, не то, что не надо защищаться, но что защита должна быть более глубокой, чем с ружьем. И что если наши не взяли Киев, то это не потому, что им оказали большое сопротивление, а потому, что все-таки геополитические расчеты не дали. Потому что все-таки рога у бодливой коровы не такие, какие бы хотелось. Техническое объявление. Я сдвигаю свои выпуски с половины девятого вечера на девять вечера. По ряду причин. Ну, в общем, разница невелика, но, соответственно, в воскресенье, среда и суббота в девять вечера. Facebook – Яков Кротов, YouTube – «Голос Якова», сайт яков.векс. Благословение. Благословение.